здравствуйте уважаемые друзья сегодня мы с вами будем изготавливать бычка под каменщика рыбка немножко необычной формы будет выполняться из из натурального меха из вырезки начнем с огрузки я беру вот такой кусочек вольфрама и креплю его снизу вначале промажем клеем и промотаем цевьё чем лучше проматана у нас будет цевьё лучше у нас будет держаться груз и не будут проворачиваться подводим под низ подогнем бородки и крепим и теперь я убираю свою нить беру свинец обыкновенный свинец и теперь стараюсь вот в этом месте смотрите делаю вот так один загиб подровняли и в этом месте я стараюсь выполнить обмотку вот так немножко неудобно но надо будет нам постараться сколько получится витков подхватили возвращаем нить и проматываем пока не туда с всё и всё всё И ещё здесь сверху. Положим пару витков. Вот так отрежем лишнее. Особенность огрузки заключается в том, что мы вязать мушку будем вот на этой площадке. И чем мы больше её с вами сделаем, тем меньше у нас будет здесь зацеп. Больше будет сходов рыбы. Поэтому вот такая конструкция обмотки самая-самая оптимальная. Промазываю клеем. Хорошо промазываю клеем. Прямо аж заливаю. И возьму немножечко дабина любого. И для большей крепости я проармирую просто дабина. Прямо. Прямо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Более качественное крепление нашего груза. И дадим хорошо прихватиться. Я из шкурки белого песца, другого у меня нет, вырезал вот такой кусочек кожи с мехом. Сейчас, пока оно у нас подсыхает, я пойду его подстриву, подготовлю по форме. Вот я подготовил хвостик, подстрихиваю немножко. Но прежде чем мы его будем крепить, я беру вот такой материал и промазываю все клеем. Наматывать я его не буду, а вот так получается, как мочалочкой обвернем его. Так как мы промазали клеем, все хорошо, он у нас будет держаться. Возвращаю нить в место крепления. И на нашем хвостике я сделал отверстие даббинговой иглой, дабы можно было мне одеть вот так и закрепить мой хвостик. Поправляю его на месте, примеряем длину. Хорошо, все подходит. Крючок ставлю на место и крепим наш хвостик. Так, очень все хорошо, все ровненько. И теперь для того, чтобы мы могли дальше с вами изготовить мушку, нам необходимо изготовить голову нашего бычка. Для этого я беру белый мех песца. Желательно, чтобы был достаточно плотный и крепкий, потому что из него мы будем стричь, а потом красить нашу голову. Делаю даббинговую петлю. Не старайтесь ее делать длинной, лучше несколько раз, чтобы мех равномерно у нас распределился. И формируем даббиновую петлю. Вот мы сформировали даббиновую вот такую петлю с мехом. Подровняем его немножко, так, чтобы он у нас равномерно находился. И скручиваем его. Вот мы подошли к месту формирования на окончание головы. И здесь необходимо немножечко по-другому укладывать мех. Как я сейчас покажу. Я отрезаю хороший пучок меха. И укладываю его вот так пополам. Перехватываю. Разворачиваю. И закрепляю. Беру другой пучок. И так укладываю до самого колечка. Пару оборотов. И сразу его переламываем. И крепим. Вот у нас вышла вот такая немножко бесформенная голова. Которой я сейчас возьму ножницы и придам форму. Вот мы с вами выстригли вот такой формы голову с жаберками. С плавничками. Снизу, сверху, хвостик. И теперь остается только лишь покрасить и приклеить глазки. Вот мы с вами слегка подкрасили нашего бычка под каменщика. Приклеили глазки. Вот он у нас теперь так выглядит. Как вы видите, времени заняло не так уж и много. Но довольно-таки уловистая приманка. В зависимости от того, в каких габаритах мы его будем изготавливать. Так как меня попросил друг сделать для больших глубин, я его изготовил в таком варианте. Вы под себя, пожалуйста, изготавливайте, как вам будет удобно. Благодарю за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...